Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Авер Илорд, вы на канале Авер Гейминг. И сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру по названию Transport Fever 2. И в этой серии, как вы помните, как я и обещал в прошлой серии, я заменил некоторые наши электровозы V80C на вот такие вот красивенькие 2T25A. Собственно, вы увидите аж целых 2 экземпляра, не знаю, как я умудрился выбрать, чтобы они рядом ездили, аж 2 штуки, причем так красиво, смотри, как они идут вообще рядом, красиво, да. Правда, этот проезжает мимо, так как ему здесь останавливаться не нужно, а этот здесь остановился. Для того, чтобы забрать некоторые грузы, правильно? Правильно, молодец, забирает еще что-то. Ну, наверное, это нужно все-таки, аж тут пластик, сталь забирает, везет, наверное, кто-то туда, правильно? Надеюсь, ты... Так, кстати, я забыл опять отключить этот мод. Почему я про него постоянно забываю? Ну почему? Блин, так много всего загрузил, наверное, полностью бы, так красиво полностью бы загрузился, но я опять забыл убрать этот мод. Ну как так-то, Авер, а? Ну как? Ну что у тебя с памятью-то такое, а? Вот только вот, может, я загружу, начну запись, блин. Начал запись и вспомню про такую вот херню. Ну ладно, нет, не важно, обязательно вот в следующей серии, вот уж точно я не забуду про это, ну прям точно не забуду. Ну, собственно, в этой серии мы, не знаю, чем будем заниматься, собственно, в этой серии мы уже как бы заменили на Т, точнее, на 2Т-25А, некоторые электроводики, чтобы ходили у нас вот такие красивые. Ты вот здесь? Да, вот, он красавец едет. А не, это УП, М62, а нам нужен немного другой, это у нас тоже М62, а нам нужен-то вот этот красавчик, только куда-то развернулся, зачем? Вот такой вот красавчик у нас едет. Кстати, вот у них уже появились РЖДшевские раскраски современные, вот такие красно-серо-серые. Красно-тёмно-серо-серые. Во, вот так будет правильно. А также и на ЧС-4Т у нас тоже появились вот такие вот раскраски, только это не на это обычный ЧС-4, нам нужен ЧС-4Т, чтобы он мог легко это продемонстрировать. Хотя, думаю, ладно, вы все помните, как он выглядит. Вот, собственно, он, кстати. На них уже появились РЖДшевские раскраски, а вот на вагончике РЖДшевские до сих пор нет. Они почему-то до сих пор зелёные. Не волнуйтесь, думаю, что очень скоро уже это добавится. Кстати, для того, чтобы время у нас немножечко побыстрее шло, давайте всё-таки поставим Х3 скорость для того, чтобы у нас быстрее наступали года. Так как, кстати, уже скоро близится конец этого сезона. Как бы это грустно и печально не звучало, то что Транспорт Февер 2 на моём канале, можно сказать, заканчивается на некоторое время. Да, на некоторое время не волнуйтесь ТРФ2, всё равно будет, даже после, собственно, окончания этого сезона. Обязательно. Не знаю, будет ли новый сезон, но что-то обязательно будет. Блин, как они тут быстро так летят, а? Мне нравится даже как-то. Так, можешь, кстати, написать в комментариях про это самое. Сделать ли мне сезон, типа, чисто по Америке или там по Европе, можете написать это в комментариях. И, кстати, вот что вспомним насчёт комментариев. Вы так в Каменске-Уральском и не назвали станции метро? Я этому немного расстроился, так как здесь как бы у нас есть станция Порт. Каменск-Уральский порт, нужно назвать это самое, на русском. Порт. И так же ЖД вокзал. ЖД, ЖД авиа. Так, авиа. Так, выжить, авиа-ЖД дробь Д. Давай только другую дробь поставим. Вот в эту сторону. Вот так, да. ЖД, авиа-ЖД станция. Авиа-ЖД станция. Так, и, собственно, у нас есть ещё аж целых две станции. Это, собственно, вот эта вот центральная. И вот эта вот, которая возле грузовой станции. Можете, пожалуйста, написать название в комментариях. Ого-го-го-го-го-го. Ничего себе. Так, ура! У нас появились ещё 2Т, 10М. Не знаю, почему 10М добавились позже, чем 25А. 25а? Ну ладно, это не важно. Собственно, кстати, вернемся к этой теме. Не забудьте написать, пожалуйста, зановое название этим станциям, или же я просто прибегну к использованию названия станции, которую вы уже раньше использовали. А также не забывайте писать в комментарии название городам. Пусть и сезон уже подходит к концу, но у вас еще есть шанс успеть назвать себе город, так как Биск и Санаверинск уже занят, а все остальные города нет. Посмотрите, какое огромное распоряжение. Вы можете просто написать в комментариях, вы название города, которого есть сейчас, и в какой его переименовать. Я обязательно переименую. Также у нас есть правило один подписчик, один город, и какие-то неадекватные названия я тоже не принимаю. Собственно, думаю, про это вот вам я рассказал. А также сейчас нам нужно обязательно заменить некоторые электровозы на точнее, тепловозы на собственно, 2Т в 10М. но я даже не знаю уже что заменять просто, почему у нас так, у нас просто немножечко совсем этих вот электровозов, тепловозов. Так, давайте знаете, что? Вот это, наверное, возьмем что-то, что-то типа вот этого, да? И, наверное, вот все-таки 1,25А уберем, да. Получается, раз, два, три. Ну, очень большое у нас получится разнообразие этих. Так, давайте еще вот это вот мы типа что-то переменуем. И все. Так, получается, сколько у нас составов будет заменено? Раз, два, три, четыре. Неплохо. Убираем раз, два, три и четыре. Почему я взял такие длинные составы? Потому что, собственно, тепловоз 2Т-10М очень мощный, так как мы будем добывать, добавлять только лишь вот сюда двойную двухсекционную. Тут, кстати, есть возможность небольшой такой детализации. Можем сделать просто неимоверно длинный 3Т-10М. Точнее, даже не 3Т, а по факту смотрите, как мы можем сделать. Вот тут у нас есть части. Мы можем просто сделать как бы вот так и сделать вот так вот. У нас уже получится сколько это у нас здесь. Можете посчитать. Хотя нет, я сейчас сам посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Получается у нас это 12Т-10М. Но нам такой, естественно, не нужен. Нам нужен обычный 2Т-10М и 3Т-10М. Собственно, 3Т-10М у нас будет использоваться вот здесь на такой вот большой пояс у нас он поставится. А также вот на этот тоже думаю лучше поставить. Хотя, блин, не, наверное, вот сюда лучше 2Т, так как он коротенький такой довольно-таки. А вот сюда уж точно нам нужен 3Т. Ну что ж, перемещаем. Увы, другим способом это сделать никаким образом нельзя, так как модовые поезда считаются иногда как вагоны почему-то и ставятся в самый конец состава. И приходится их вот такими вот образами перемещать. Ну, собственно, сейчас мы быстренько это исправим и будут у нас красивенные 3Т-10М. Они, мне кажется, на самом деле нравятся больше, чем 2, чем 25А Т-шки. Поэтому, думаю, что на превью будут стоять именно 2Т-10М. Хе-хе. Потому что они, как по мне, красивее. Ну, думаю, что многие со мной согласятся. У него, кстати, тоже есть вот... О-хо-хо! Я забыл, что у нас САПСАМ! САПСАМ! Ничего себе! Ничего себе! Серия насыщенная просто по максимуму! Вообще-то подолбим! У нас еще, кстати, вот тут Люфтганзов... Люфтганзовские там, это самое... Аэробусы А380 добавились. Вы понимаете, какая неимоверно насыщенная серия у нас получается. Так. Осталось только лишь найти эти поезда. Так. О! Это было быстро! Так, ставим обычную скорость, так как это уже просто невозможно выносить, как по мне, вот эту вот неимоверную скорость прибавления поездов и всего остального. Я же договариваться начал, как меня приполняют эмоции вот этой вот радостной эмоцией, то, что у нас очень много наконец-таки поездов, у нас развитие продолжается. Собственно, вот так вот они выглядят наши дорогие 3Т-10М, трехсекционная вариация 10М-шного Т. Вот так я придумал сказать. Блин, как он, какой он классный вообще. Ну, блин, мне очень нравится. Прям очень нравится. Также у нас добавились Люфтганзовские самолеты. Так, получается, пассажир, у нас добавились Airbus A380-800 вот тут у нас есть Соединенные Эмираты. Тут Люфтганза точно где-то была. Ну, ладно, этим мы займемся чуть-чуточку позже. Это, думаю, что у нас будет что-то на следующую серию. Давайте чекнем, что у нас там по поездам. А по поездам у нас получается так, тут Т3, точнее, Т10, мы уже добавили. Вот здесь у нас Сапсан. Сапсан, офигенно! Просто Сапсан! Как мы долго его ждали! Наконец-то ICE-1 заменится на ICE-3! Почему здесь ЭВС? Но это мы все знаем, что это IC. Может, это просто типа IC-2. Кто его знает? Я в этом не особо разбирался, какой на самом деле является этот Сапсан. Точнее, кем он на самом деле является. Вот здесь у нас просто дофигища конфигурация. Мы можем сделать также этот 25А. Очень много таких вариаций получается. Так, электричество у нас здесь О- ЧЕС 200! Офигеть, просто какая превьюшка бомбическая получится, а! Ха-ха-ха-ха-ха! Так, ладно. Немного успокоиться, Авер. Спокойно, спокойно. Поезда. Выбираем все абсолютно и заменяем все вот эти немного как во мне уродские ЧС-4Т. Мне они не особо нравятся. Ставьте плюсик кому тоже. Ну, ладно. Думаю, что одну штуку мы обязательно оставим. И вот эти вот два у нас остаются ЧС-200. также нужно вот здесь вот убрать один. И все. Вот тут только один, да. Вот так думаю, что у нас будет очень даже хорошо все сочетаться. Убираем это, это и это. Выбираем электричество и добавляем вот эти прегра... О, они еще и в начало ставятся. Красота просто неимоверная. Так, техобслуживание. Сразу же выбираем его, чтобы к нему телепортироваться. Так, отсоединись от него, отсоединись, отсоединись. Молодец. Ух, блин, уа-ха-ха-ха-ха-ха. Все, полетел просто ЧС-200, неимоверно. Итак, сейчас мы обязательно перейдем к Сапсану. Думаю, что вы этого тоже очень и очень долго ждете. Так, проезжает нас тут Р-2. А мы перемещаемся к носу, точнее, к кабине этого прекрасного ЧС-200. Вот так он красиво выглядит, как по мне, если честно, ЧС-8 немного лучше выглядит Но у нас добавился, наконец-таки, ЧС-200 Кстати, он топит так же, как и этот самый ЧС-4 Но всё-таки это, ну, это ЧС-200 уже двухсекционный, уже как бы ускорение уже имеет хорошее Ну и давайте перейдём к, собственно, нашему Сапсану Итак, ты! Ты-ты-ты-ты-ты Блин, почему я не оставляю ничего на следующую серию? Как бы всё у нас уже здесь в этой серии спалилось, как бы уже в следующей серии вам будет неинтересно смотреть Так как вы уже будете знать ещё как уже и выглядит Так что лучше я это всё добавлю здесь уже и сразу же Так как уже в любом случае всё показано Итак, заменили, делаем ему техобслуживание И мы можем наблюдать эту прекраснейшую картину от носа Сапсана Запускаем время О-хо-хо! Он теперь, по идее, разгоняться должен, надеюсь, побыстрее Так, ну 190 валит пока что, но уже скоро станция Вот, всё, снижается к биску, приближается Вот такой вот у нас Сапсанчик появился Ах-вах-вах-вах! Так, надо ещё прочекать, что там добавилось Думаю, самолёты это уже будет стопудово, следующая серия Вы как бы видели, там малюсикий кусочек Так что не особо всё спалилось И уже в следующей серии я вам покажу самолёты Потому что серия получилась у нас довольно-таки насыщенная Не особо длинная, наверное Хотя, подождите, может быть ещё что-то да и добавится Так, я просто не всё проверил даже ещё Так, ну Т2Т мы, Т3, Т10, блин, мы добавили Тут новеньких у нас Хопперов не добавилось По пассажирскому вагонам РЖДшеской раскраски до сих пор нету Здесь всё как было, так и осталось Вот здесь у нас, ну как бы мы видим, естественно, различия Но мы их уже использовали Эпим у нас так и стоит на этой вот, на Волговской линии Паровозом, естественно, ничего И мы можем передвигаться к Чеку Собственно так, дорожное депо Чё у нас тут нового? Не было ничего Вот этот автобус, стриткар, но мне как бы он не нравится Он, ну, нереалистичный Нам нужно всё реалистичное Всё русское, украинское и тому подобное Итак, ну, собственно, думаю, что на этом мы будем с вами на сегодня заканчивать Всем большое спасибо за просмотр Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Ну, а всем вам я желаю удачи И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok